что может быть лучше выходного дня погода хорошая сегодня свежо так сестричка гуляет собачонкой а я пойду поставленный на чайник дам бы там вчера рыбку пожарили сегодня надо сварить супец поставить чайник авариса уже закипятила посмотрю что мне и здесь пожарить так помидоры достанем лучок надо сегодня суп сварить утек помидорчики чайочек сделаем придется собачонкой завтра день такой насыщенный будет надо и до врача джок-центр сестричка пришла уже здрасте здрасте варенье что ты меня будешь кормить рыбой потом картошка там сын доела что еще яичко хочешь ты будешь вареное яйцо нет я буду чай с молоком рыбу а может овсянки то овсянку не хочешь нету картошку колбаску хочешь колбаску нет сыр ну тогда хватит нам позавтракать надо сейчас порыскать еще по телефону или по холодильнику все практически все надыбала вот картошка и рыба и картошка здесь сейчас тарелочки маленькие и разогреть я уже хлеб достала батончик ты постоянно целый день пищишь вот это пищит так хлеб вот что тут такого хлеба клетку то колбаса вкусная это колбаса я селедку буду есть помидоры буду есть все вот так вот не знаю кого как утро с чего начинается у меня утро так белье надо повесить развешать а мое утро начинается так то есть батон еще одна красавица так семейка сидеть что окно не открыли не проветривайте постели направлять не буду буду там сейчас поел и все я буду заниматься я буду заниматься купаться будешь буду голову мыть будешь ну а что это заниматься все поглажено все убрано чем не хочешь все в квартире чисто не знаю ничем не буду заниматься может какое-нибудь кино найдешь фильм потом поищу завтра одену юбочку свою красивенькую кофточки нагладила что морзилки кофты мне налажены не знаю в чем я завтра но юбку точно одену одену юбку и футболочку в платье уже не хочу ветер все вот так вот утро начинается завтра уже сказала что такой насыщенный день с Ларисой надо в больницу будет сначала в джок-центр потом в больницу сейчас позавтракаем ну все может пылесос достану по пылесосе трошки чтобы завтра было оно чисто убрано но все равно вот так вот я в икее хочу купить вазочку и вазочка такая дорогущая так она мне понравилась эта ваза вот стоит почти 23 евро я что-то думала что она десятку стоит ну мулянула 23 евро а завтра будет 25 процентов скидки вот я хочу поехать купить лариса лит очень дорого мне все равно ее так хочется купить вазу для цветов такая прикольная я пошла в туалет ромашка наблюдает а завтра схожу в джок-центр и обязательно с вами поделимся что в джок-центре предлагает какую работу вообще что предлагает вот вот хочу спросить почему один месяц мне укоротили курсов а то два месяца все учили вихайзду больше ничего толкового нет ну и цифры ну и цифры один месяц взяли укоротили очередь большая я не знаю вчера я читала новости вот в германии я просто что-то шокированное пишут что в открытых бассейнах прямо происходит какое-то насилие то есть молодые люди напиваются да всерачки что приходится вызывать полицию и молодых девушек которые значит ну более в таких раскрытых купальниках значит просят быть внимательнее осторожнее вот потому что ну это вообще какой-то то есть в больших городах как в Берлине там вот в открытых бассейнах такое происходит я немножко была честно расшокирована и в каком-то там случае в каком-то бассейне был что было насильство вот и пришлось потом драка вот и пришлось вызывать полиции полиция там разъединяла людей то есть ну и теперь буду значит в этих открытых бассейнах требовать удостоверение личности что это поменяет ну как вот это вообще что значит то есть в Европе в свободной стране происходит насильство ну это я не знаю то есть можно считать что это общественное место я я вот это прочитала новости конечно чуть шокирована сейчас пойду ларисе прошу она слышала это меня так потом ариса а ты слышала такую новость что в германии в открытых бассейнах там происходит насильственное действие нет не слышала нет а я вчера эту новость прочитала что в открытых бассейнах там напиваются да все рачки и даже были значит какие-то насилия прикинь вообще первый раз ты слышал тебя ну вот прикинь нет вполне возможно и что где-то в каком-то бассейне даже пришлось полицию вызывать что там у них там драки были вот и вообще ситуация какая-то такая доходила до крайности если человек пьяный значит он может себя не совсем контролировать а что там делается что происходит я тебе не знаю гося упал со стула вот лазит по комоду и завалил стул смотрите ты что тут делаешь а а а а